Здравствуйте! На предстоящей неделе будет праздноваться День всех влюбленных. Да, это не религиозный праздник, однако мы решили спросить священника, какие должны быть отношения между мужчиной и женщиной до брака и в браке? Должны ли они испытывать друг другу чувство любви? На эти вопросы ответит протеерей Николай Архангельский, ключарь Святой Богородицы Неаполимовского кафедрального собора города Ульяновска. Смысл христианского брака прежде всего заключается в религиозном понимании. И для того, чтобы ответить на вопрос, как должны строить отношения молодые между собой, как дальше они должны развиваться в семье, все это очень серьезные вопросы, и ответить на эти вопросы можно только лишь изнутри церкви, из глубины церкви. Нельзя ни в коей мере использовать церковь для удовлетворения своих целей, пусть даже самых высоких, самых чистых. И нельзя рассматривать церковь как вспомогательное средство для достижения каких-то целей, самых высоких, самых чистых. И семья, пожалуй, это одно из самых святых, что может быть, потому что мы все вырастаем из семьи. Семья — это то, где мы начинаем свою жизнь. Семья — это то, где мы возрастаем и физически, и духовно. Поэтому, конечно же, правильные, грамотные, здоровые семейные отношения, они должны быть изначально. И вот прежде всего нужно смотреть на церковь как на свою госпожу, которой надо угодить, как на мать. И тогда эта церковь будет тебе действительно матерью своей. Даже если дети огорчают свою маму, мама никогда не перестает их любить и защищать. Но ни в коем случае ребенок не должен смотреть на мать как на средство достижения своих целей и капризов. Поэтому церкви надо служить, надо ее понимать, ее надо любить. И тогда будешь внутри этой церкви. И эта церковь научит тебя, как правильно поступать, что выбирать, а от чего отворачиваться. И вот семейные отношения — это чистое отношение. Нет семьи — нет любви. Нет семьи — нет государства. Поэтому прежде всего церковь стоит на страже охранения традиционных отношений. Поэтому браки — это границы, которые надо соблюдать, которые надо беречь. И это государство, в котором будет править чистая и святая любовь. И нет такой силы, которая может в принципе даже разрушить брак, потому что этот брак святой. Но такое понимание, оно бывает только из глубины церкви, а не со стороны на нее. Поэтому прежде всего надо посмотреть, как церковь оценивает брак. И вот самое святое, что есть в церкви, это прежде всего Господь, вернее, кто? Господь Иисус Христос. Он любит свою церковь. Церковь, она любит своего Христа, Господа. И вот когда церковный чин благословляет любовь супругов и освящает законный брак, тогда читается святое послание апостола Павла к Ефесянам. Там звучат такие слова. «Как Христос возлюбил свою церковь, так и вы любите ее». Жены, повинуйтесь о мужьям своим, как церковь повинуется Христу. Посмотрите, самое чистое и святое, что есть в церкви, это, конечно, сама церковь, это Христос. И в данном случае церковь понимается не как здание из кирпичей и бревнышек, а как множество людей, которые возлюбили Господа, которые хотят жить свято и пребывают в этой святой любви не только в храме, но и за крыльцом, и за стенами этого храма. Тогда эти люди будут проецировать отношения внутри церкви вокруг себя. Семья будет святая, мир будет святым. Что сделал Христос для церкви своей? Он умер на кресте за нее, защищая ее от дьявола. Вот так и мужья должны непременно защищать своих жен, беречь их и любить даже до смерти. А что сделала церковь для Христа? Она ему повинуется во всем. И мы знаем, что вот даже вот наше последнее столетие показало, как церковь хранит верность своему Господу. Столько мучеников дала наша святая земля, Россия. Они сохранили верность Господу, не захотели соблудить с дьяволом. Почему? Потому что они любят Господа и повинуются им во всем. Вот и вы, жены, так любите своих мужей даже до смерти. И храните верность мужьям во всем. Понятно, что если супружеские отношения будут строиться на этом фундаменте, то это неизбежно будет крепкий монолит. И никакие ветры, никакие катаклизмы не смогут поколебать это в здании. Не треснет фундамент. Почему? Потому что здесь религиозная основа. Поэтому все вот эти вот шутки, капризы, игры и спекуляции на словах любви, весны, влюбленности, они должны отойти на второй план. Прежде всего, должно быть серьезное намерение и должна быть чистота отношений. Если говорить об отношениях молодых людей до брака, то они должны строиться на отношениях невинности, влюбленности и дружбы. Это позволяет сохранить свою чистоту и получить от Господа венец правды, венец награды, который будет дарован им в таинстве венчания. Ведь мы, когда венчаем супругов, то возлагаем на главы супруга венцы. И вот одно из значений этих венцов это то, что они сохранили чистоту свою до брака. Они были верны Господу и не посмели пойти на поводу у своих чувств и осквернить себя, ибо они еще никто. Но вот когда они чистыми в девстве своем подошли под венец, они получают от Господа награду. Они проявили мужество и принесли жертву ради своего будущего семейного счастья. И это тоже религиозная основа. Поэтому никаких сожительств, никаких добрачных отношений быть не должно. жену. Это все считается очень нецеломудренным, считается преждевременным. Поэтому говоря о традиционных семейных ценностях, о отношениях между мужем и женой, мы неизбежно придем к отношению, которое происходит внутри церкви. Это отношения Христа и церкви. Ну и для того, чтобы самим молодым людям правильно себя настроить на святые отношения, им нужно почаще ставить себя на место другого и посмотреть, что хочет твой избранник или избранница, хочет ли он видеть тебя чистым, святым, невинным, верным, добрым. И вот здесь очень полезно себя поставить на место Иисуса Христа. Это должен делать жених потенциальный. И задать вопрос, а что хочет Христос от своей церкви? А невеста пусть себя поставит на роль церкви, посмотрит глазами церкви на Христа и задав себе вопрос, а что церковь ждет от своего Господа Иисуса Христа? Знаете, на эту тему можно даже сочинение написать, но это будет сочинение, это будет план будущей жизни, который поможет избежать различных ошибок. Вот поэтому только изнутри церкви нужно рассматривать эти отношения. Если рассматривать их извне, то будет много непониманий, нареканий и даже вражды против церкви, потому что церковь всегда осуждала и осуждает грех, и всегда восхваляла и призывала людей к святой жизни, потому что в этом счастье и сегодняшнего дня, и будущего. Субтитры Субтитры